Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Ваше Высокопреподобие, Досточтимый Отец Александр, Благочинный, в церкви города Гродно, всечестные отцы-настоятели, дорогие отцы, братья и сестры, я всех вас сердечно поздравляю со средой первой седмицы Великого Поста. Поста, Благослужения Великопостные отличаются своей продолжительностью, насыщенностью, поскольку главная составляющая поста – это молитва. И мы собираемся в храме еще до рассвета для того, чтобы прославить Господа и увидеть восходящее солнце, увидеть рассвет, потому что мы готовимся к пасхальному рассвету. Вот так же и перед Пасхой мы соберемся снова в храме, где будет еще мгла, гроба, в котором лежало тело Иисусова. Но за этой мглой последует пасхальный рассвет. И вот, встречая сейчас утро, солнце, свет в храме, мы мысленно восходим к Пасхе Христовой. Для этого мы здесь, для этого мы в молитве, для этого мы в причащении святых христовых тайн. Первая седмица у нас всегда проходит так напряженно. Я сердечно благодарю наших отцов за службу, дорогие отцы. Она продолжительная, но я думаю, что если бы нам сейчас объявили, что нужно еще одну такую службу ослужить, то мы ее точно ослужили. У всех есть силы, потому что нам дает их Господь. Я благодарю вас, дорогие отцы, за то, что вы отозвались на призыв, приехали, прибыли в этот храм для того, чтобы здесь прославить Господа, совершить наше соборное богослужение, которое имеет особую силу и значение, что не нашлось никаких причин для того, чтобы быть в другом храме. Это очень важно для всех, для нас и для наших братьев и сестер. И нужно помнить, что, конечно, пост идет дальше. После первой седмицы мы немножко расслабляемся, но никто из нас не должен искать причин, по которым мы отступили бы от поста. Пост должен быть нами доведен до завершения. Не будем никогда искать, казалось бы, благовидных таких причин, для того, чтобы не быть за богослужением, для того, чтобы сокращать молитвенные правила, для того, чтобы не читать Евангелие. Никаких причин не может быть для того, чтобы мы нарушили это время, которое мы посвящаем Богу. Взявшийся за плуг, он не озирается назад, он идет только вперед. Перед нами будет много искушений, дорогие братья и сестры. Вот скоро праздник мартовский. И будет такой вопрос, идти на этот праздник или не идти на этот праздник. Для верующего человека однозначный вопрос. Никаких праздников в посту быть не может. Поздравить можно, но когда нас будут приглашать в гости, даже под благовидным таким манером, говорить, что вы придите, расскажите нам о вере, расскажите нам о том, что такое пост, мы там с вами посидим, мы там с вами поговорим, мы должны этих людей брать за руку и, говорит, пойдем в то место, где тебе все расскажут. И везти таких людей в храм Божий, приводить их сюда. Здесь совершается главная молитва и главное содержание жизни всякого крещенного православного христианина в Великом Пасху. Никаких дней рождения, никаких увеселений, никаких телевизоров, просмотра новостей быть не может. Помните о том, что масса будет искушений, нас будут звать и говорят, пойдем. Ну, что ты отказываешь? Ну, посиди с нами. Ну, давай поговорим. Поверьте, что за любым разговором, который мы ведем в посту, в кампании, обязательно последует осуждение, обязательно последует раздражение. И в конце концов, мы потеряем все то, что мы напитали, чем мы напитались в первую седмицу и в последующие седмицы Великого Поста. Ну, несмотря на то, что все устали, я все-таки кратко вам такое расскажу повествование относительно того, что нельзя искать многовидных причин для нарушения поста. Их просто нет. Вот святитель Игнатий Брянчанинов в Отечнике своем рассказывает различные эпизоды из жизни старцев. А вот он говорит, что был некий молодой человек, который захотел подвязаться в монастыре. Отец его не отпускал, он его упрашивал отца, в конце концов, отец отпустил его. Вот этот молодой человек приходит в монастырь и показывает в монастыре такую особую ревность, соблюдает пост, практически ничего не ест, сначала ел через день раз в два дня, а потом стал питаться только один раз в неделю. Длинные молитвенные правила. И так продолжалось несколько лет. И в конце концов, этот молодой человек сказал, я хочу уйти в пустыню своему настоятелю. Он говорит, отпусти меня. А настоятель ему говорит, тебе рано уходить в пустыню, ты еще не утвердился. Если последует искушение в пустыне, к кому ты там обратишься? Кто будет твоим старцем? Кто тебя отведет от искушения? Но этот монах очень настоятельно требовал отпустить его из монастыря, и настоятелю, ему игумену ничего не оставалось, как пустить этого монаха. И вот он уходит в пустыню, указывает ему Господь место, где он должен спасаться, и там он пребывает вне людского общения, в молитве, в посте в течение шести лет и достигает уже определенной высоты духовной жизни. И через шесть лет непрестанных подвигов этот строптивый монах, к нему приходит бес под видом старца. И бес ему говорит, давай помолимся с тобой. И они начали молиться, помолились. Потом бес говорит, давай еще с тобой помолимся. Молится монах-подвижник, молится бес под видом старца. И в конце концов этот старец говорит, ты знаешь, я здесь живу в пустыне 11 лет. И вот недавно узнал, что рядом со мной, здесь в течение шести лет подвизается такой старец, как ты. И я никогда не выходил из кельи, говорит бес под видом старца. Но Господь мне сказал, иди посмотри на этого великого подвижника. И вот я пришел к тебе. 11 лет из кельи не выходил, но пришел, чтобы посмотреть на тебя. И далее бес говорит, слушай, мы с тобой живем без причастия. Надо было причаститься, потому что как же мы спасемся без причащения святых христовых тайн? И вот этот бес под видом старца говорит, я знаю, тут место есть в стольких верстах, пойдем в храм, и там причастимся. И вот этот монах, подвижник и старец бес идут в монастырь, совершается богослужение. Но как только уже подошло время покаяния и причастия святых христовых тайн, монах этот озирается, а рядом старца нет. Он куда-то исчез. Начинает спрашивать у братья, видели ли вы, чтобы со мной пришел старец? И говорит, нет, никого не видели. Но этот монах все-таки причастился и понял, что это было такое наваждение для него. Он возвращается в свою келью, продолжает свои подвиги, но дьявол не древлит, представляет ему снова благовидную причину для того, чтобы отлучиться из своей кельи. К нему приходит дьявол под видом уже мирянина и долго рассматривает этого монаха. Снизу доверху смотрит на него и смотрит. Монах не выдержит, говорит, слушай, откуда ты взялся, кто ты такой? Этот мирянин ему представляется и говорит, я из той деревни, где живет твой отец. Его имя так? Он говорит так. Твою мать зовут так? Да, мою мать зовут так. У тебя есть брат, сестра? И начинает ему рассказывать о его родственниках, эпизодах из его жизни. И говорит, брат, слушай, «Твой отец скопил большое имущество, и ты знаешь, что перед смертью он сказал, чтобы ты пришел к нему, он передаст себе все деньги, а ты их раздастся нищим, сделаешь доброе дело. Этот монах смутился и говорит, что ты знаешь, нельзя мне выходить из кельи. Он говорит, ну как так? Если ты не выйдешь, то это имение, твое наследство, непонятно кому достанется, оно будет расточено, уйдет в лутнице, и прочее, и прочее. В конце концов, дьявол под видом мирянина убеждает его уйти, выйти из кельи. Этот монах идет в деревню, которую указал ему дьявол, приближается к дому, а из дому выходит его отец, живой, он не умер, дьявол обманул. И монах так растерялся, ну что сказать, что он пришел? Он говорит, отец спрашивает, откуда ты? Почему ты пришел? Почему вернулся? Он говорит, я хотел тебя очень увидеть, отче. Я очень скучал по тебе. Но отец сказал ему, что не нужно было тебе приходить. Ты принял монашеский обет, и ты должен был оставаться в монастыре. В конце концов, этот монах остается дома, и остается в миру уже навсегда. И забывает свои монашеские обеты, и забывает дорогу в обитель, к воздержанию, к посту. Вот, дорогие братья и сестры, это очень важное замечание такое. Монаху главное быть в келье, быть на послушании, соблюдать устав монашеский. Ему могут говорить, что иди, посети родителей. Даже к причастию дьявол его звал. И почему для нас важен этот пример? Потому что каждого из нас, мирянина, тоже постигают разные искушения. Мы сейчас тоже находимся в такой келье. Но мы не монахи, мы живем в миру. Но мы углубляемся в свою келью, в келью своего сердца. Мы никого в эту келью не пускаем. Мы воздерживаемся от разговоров, мы воздерживаемся от осуждений, мы воздерживаемся от ненужной информации. Мы не должны выходить из этой кельи во внешний мир. Даже под благовидными какими-то причинами. Помните? Давай поговорим, иди меня утешь, я тут умираю, а иди доброе дело какое-то сотвори. Никакое доброе дело не может по силе своей сравниться с молитвой, посещением храма и причащением святых христовых тайн. Мы, конечно, с вами вспоминали о страшном суде, о том, что будет нас Господь спрашивать. Но у каждого человека есть главный подвиг. Это подвиг общения с Богом. Дьявол тоже может много чего доброе делать. Но дьявол не меняется. Он и верит, и трепещет. Да он не меняется, он остается во грехе. Поэтому для каждого из нас хвост, несмотря на то, что нам будет предлагаться что-то сделать хорошее, прежде всего это молитва. Если все хорошее переделаем, но наши ноги не будут в храме, это бесполезный хвост. И все эти добрые дела будут не во славу Божьей, а во славу злого духа совершены. Это парадоксально звучит, но это так, дорогие братья и сестры. Все, что мы совершаем в хвосту, мы должны посвящать Богу. И поэтому у каждого из нас должно быть правило причащаться за каждое божественное крепление в хвосту. Всех своих родственников мы должны привезти в храм. Всех убедить хотя бы раз в год, но соединиться со Христом. И вот пример этого новоначального монаха, помните ему что, говорил старец, как ты в пустыне будешь один, кто тебе будет советовать? Кто тебя будет из искушений извлекать? Это тоже нам назидательно, потому что у каждого есть такой соблазн куда-то поехать, какого-то найти старца, в монастыре, вот там с ним поговорить. Вот батюшки местные, они не разбираются. И архиереи тоже. А потом найдут такого старца, этот старец им даст такую эпитемию, сколько раз у нас уже было, приходят эти бедные миряне, и говорят, монах подвижный. Такое наговорил, что и развестись надо, и жить вместе не надо, и что мне теперь делать? А что теперь делать? Не лазить больше по таким старцам? У нас есть нормальные священники с жизненным опытом, семейные, чего к монаху ехать и по семейным делам советоваться? Конечно, будут проблемы. Монах вообще не должен с мирскими общаться. Есть священники, дорогие братья и сестры, у нас настоятели, священнослужители, все достойные, к ним нужно идти, а не брать на себя какие-то излишние тоже подвиги. Есть пост, есть молитва, а все, что больше, кто хочет там ничего не есть, какое-то молитвенное правило, без благословения никогда этого не делайте, потому что будет как с этим монахом новоначально. Обязательно на молитву, пост начинается, прийдите к священнику, возьмите благословение, поговорите с ним. Священник, который с нами в храме, он от Бога нам дан. А все остальное от лукао, все остальные наши поиски, старцы и прочее, к батюшкам нужно обращаться. Я всех вас призываю, дорогие братья и сестры, быть внимательными, слушать о том, чему учат нас наши пастыри. Исповедь, очень важный момент такой, вы знаете, что нельзя рассказывать то, что произошло на исповеди, даже то, что батюшка посоветовал. Как один подвижник говорил, исповедь, это единственный такой момент, в который дьявол не слышит беседу между священником и человеком. Поэтому, если ты открываешь исповедь, какой-то совет священника, будет искушение у тебя. Нельзя этого делать, потому что сокрыто от дьявола то, что происходит между священником и кающимся на исповеди. Это очень важно, братья и сестры. Ничего из этого мы не рассказываем, даже если хорошо батюшка посоветовал. Это ваше, это сокровенно, это тайно. Я всех вас поздравляю, дорогие отцы, братья и сестры, с Великим постом. Еще раз благодарю за службу. Желаю всем здравия, крепости и сил на продолжающийся пост. Аминь.